Не просто молочная смесь, а бесценный продукт. Родители грудничков готовы вставать за лечебно-профилактическим напитком в очередь. Но в 21 веке на комбинате детского питания по-прежнему слышны отголоски прошлого. Главная особенность – дефицит. К нам часто обращаются граждане, чтобы приобрести нашу продукцию, но мы пока не имеем возможности им ее продать. Другой след 80-х – давно устаревшее оборудование. Самая ответственная миссия на кухне у стерилизатора. Он должен обезвредить все болезнетворные бактерии в детском питании. Но о какой безопасности может идти речь, если аппарат уже лет 10 как отслужил свой срок? Владимира Павлова называют местным кулибином. Про таких, как он, говорят – голь на выдумке хитра. Слесарь, наладчик, электрик еще и новый агрегат изобрел. В машине для изготовления крышек соединил два механизма – заменил ручной привод. На более глобальную модернизацию средств нет. Мы ее покупали уже списанную, можно сказать. Она работает лет 10 после списания. Практически все оборудование у нас так. Там, где должно быть не просто чисто, а стерильно, с потолка сыплется штукатурка. Дотации государства едва хватает оплатить коммунальные услуги. Проект самоокупаемости, который комбинат разработал еще в прошлом году, власти пока оставляют без внимания. Мы могли бы поставить производство на промышленную основу. Могли бы уже конкурировать с другими предприятиями по реализации продукции. Расширили бы ассортимент выпускаемой продукции. Теоретически скоро молочная кухня станет доступнее. По решению народных избранников, родители малышей теперь компенсируют 50% разницы между ежемесячным пособием и стоимостью детского питания. Только производство столь необходимой продукции по-прежнему под угрозой. При поломке даже одного из аппаратов замрет целая линия. А это значит, голодными могут остаться более тысячи детей. Алена Бушева, Андрей Никонов, Вести Мордовия.